И снова здравствуйте, уважаемые любители хоккея, зрители телеканала Югра. Мы вновь выходим в эфир из студии телеканала Югра. Позади первый период первого матча стадии плей-офф, в котором Югра встречает Динамо из Московской области. И после первой 20 минутки счет 2-1 в пользу югорчан, что не может нас не радовать. Согласитесь со мной, уважаемые эксперты? Конечно. Согласен. Что отметили бы по первому периоду, на что обратили бы внимание? Довольно долго мы не видели шайб заброшенных. Стоит сказать, что первая пятиминутка была за гостями. У нас не ладилась игра. Инициатива была у соперника, больше шайбой владел соперник. Мы допускали ошибки, необоснованные потери. Но затем игра выправилась. Был провал у соперника. Выход 2-1. Кирилл Пилипенко взял на себя. Разобрался в этом моменте. Отличный гол. И в дальнейшем Югра наращивала темп. Полностью по периоду взяв инициативу. Да, конечно, нам помогло удаление соперника. Сразу два игрока ушли на скамейку штрафников. Здесь, конечно, инициатива была полностью наша. Не удалось это реализовать. Но, я считаю, второй наш гол является следствием. Потому что команда «Динамо» потратила очень много сил. Усталость. Да, усталость. И вратарь очень сильно был нагружен в эти две минуты. Поэтому очень результативный период для матча плей-офф. Для первого периода. Для старта плей-офф. И отлично, что Югра выигрывает. Максим, ты ставил на счет 2-1. И, собственно, этот счет сейчас на табло. Как думаешь, что-то изменится? Или так может и остаться? Ну, мои прогнозы пока сбываются. Хотелось бы, конечно, чтобы что-то изменилось. Естественно, в пользу нашей хоккейной команды. Думаю, предпосылки к этому есть. Судя по первому периоду. Тренером Сергеем Петренко был выбран ворота Георгия Кузнецова. Который является воспитанником школы «Динамо». Имеет опыт выступлений в континентальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне провел 4 игры. И в этом сезоне уже 3 игры провел. Как мы видим, наши парни нагружают его работой. Особенно во второй части первого периода. Ну, и это приносит результат. Ну, стоит отметить, конечно, индивидуальное действие Кирилла Пилипенко. Который ушел от Яна Денисова. И зряча переиграл вратаря гостей. Ну, и, конечно же, борсок Артема Антипова. Как уже сказал Евгений, ставший следствием игры в меньшинстве наших противников. Ну, и гол «Динамо», конечно, Семен Баринов. Воспитанник Нижегородской школы хоккея, поигравший за лока. Ставший чемпионом «Хэл» в его составе. Ну, тут, наверное, этот гол стал следствием рикошета. Ну, пока смотрим, выигрываем, побеждаем. Евгений, как считаешь, насколько было важно именно нам, Югре, первый забросить в этом матче? Конечно, важно. И мы должны были забросить первый, мы первое забросили. Так что, все закономерно. И то, что мы ведем в счете, и по количеству бросков, и по общей тенденции игры. А по второй нашей шабе я хотел бы сказать о том, что игрок бросил, не выключился из эпизода. И сам же добавил отличным снайперским броском в самую девятку. Пилипенко забросил, да? Вот мы сегодня говорили о важности первого звена. Кто, как не Пилипенко, должен был, наверное, дооткрывать счет? Да, конечно. Кирилл является нашим лидером. Это палочка-выручалочка. Не зря он является нашей команде лучшим бомбардиром. Поэтому, ну, тут это игры плывов. Не обязательно, что любой гол важен. Но от Кирилла это... Мы привыкли же ожидать этого, и он это ожидание подтвердил. 1375 человек сегодня присутствуют на трибунах. Официальная статистика. То есть, все билеты, которые поступили в продажу. Я напоминаю, что только 25% билетов поступают в продажу от общего числа. Как считаете, что югорчане соскучились по хоккею? Насколько важно было прийти и поддержать? Конечно, соскучились. И то, что вот когда с начала февраля разрешили допуск хотя бы 25% на трибуну, ну, практически вот на всех матчах эта планка была под самую завязку. Зрители действительно соскучились. И вот атмосфера, особенно на первом матче, была настолько праздничная, что, ну, сегодня, думаю, хоккеисты должны подарить праздник своим болельщикам. И сидят. Рвешься туда, Максим, вот душой, да? Да и телом, наверное, тоже рвусь. Ну, 1375, безусловно, как бы это плюс, плюс югре, плюс... Но стоит напомнить, что, например, соседние Тюмени уже 50%, к примеру. Поэтому есть куда стремиться и в этом плане. Ну, а, конечно, очень рад, что ханты-мансийский любитель хоккея в таком количестве заполняет арену. Естественно, год без хоккея. Последний матч, это был матч плей-оффа с Рубином, когда был разрешен допуск зрителей. Первый, да. Потому что уже следующий был без зрителей. Ну, к сожалению, мы живем сейчас в таких ковидных реалиях. Следует сказать, что главное – беречь себя, беречь свое здоровье, использовать средства индивидуальной защиты. Женя, скажи, пожалуйста, а как вообще пандемия коронавируса отразилась на югре? Я имею в виду не только то, что пришлось играть без болельщиков, но и на составе. Насколько там повлияла, скажем так, эта пандемия? Ну, регламентом турнира предполагается регулярное тестирование спортсменов. И особенно по началу, когда только была предсезонная подготовка, начало года, были случаи, когда положительные ребята, и они, по сути, выпадали из состава на 2-3 недели, то есть из тренировочного процесса полностью. То есть, получается, ты втягиваешься в сезон, ведешь работу, и в первый месяц чемпионата, второй, и у тебя положительные, никаких симптомов нет, но тебе приходится быть в изоляции. Это, конечно, очень сказывалось. Была такая проблема. Но сейчас, слава богу, таких случаев нет. Ребята очень ответственно к этому подходят, они понимают всю ответственность, потому что плей-офф соблюдают меры, маски, защита, социальную дистанцию. Поэтому сейчас все нормализовалось. Вернемся к матчу. У нас первый перерыв. Понятно, что это возможность тренерам донести какие-то мысли до игроков. Можно ли предположить, о чем сейчас идет речь в каждой из раздевалок? Ну, о чем, например, говорят сейчас наставники Югры? Ну, предполагать, у каждой тренер, я с этим тренером не работал, не могу сказать, что именно, какие слова говорятся в раздевалке. Но тут идет, как правило, работа одинаковая, идет разбор ошибок, общая картинка игры, поправки, корректировки. Но я думаю, пару слов будет сказано о большинстве, хотя, в принципе, ребята нанесли много бросков, не удалось забить, какие-то здесь корректировки будут. Ну и в целом по игре, как правило, тренеры пытаются исключить эти потери невынужденные, необоснованные, то есть, чтобы больше сохранять шайбу и играть первым номером, то есть, что наша команда к концу периода стала показывать. Максим, будь ты тренером, не дай бог, Динамо Московской области, что бы ты сказал подопечному сейчас в раздевалке? Будь я на месте Сергея Петренко, я, конечно, бы в первую очередь обратил внимание своих подопечных на игру в защите, быть четче, внимательнее, уделить внимание лидерам Югры, к тому же Пилипенко, как показывает практика, ему немного внимания уделили. Ну и, конечно, активизировать свои действия в атаке. Прежде всего, быть жестче, начинать уже выигрывать определенные единоборства в зоне Югры, ну и чаще бросать по воротам Сахацкого. Евгений, если бы тебе довелось оказаться в раздевалке, какие слова бы ты нашел для хоккеистов? Да, мне кажется, здесь слишком много слов, то и не надо говорить в данной ситуации. Все понимают ответственность момента, и то, что введем в счете, и играть по счету. Впереди вторая 20-ти минутка, какие ожидания вкратце? Вкратце, но второй период накладывает, что это атака ближняя к скамейке с твоей запасных. Здесь можно тактически использовать, держать шайбу, делать часто смену, изматывать соперника, закрывать соперника в зоне, что наша команда раз за разом практически в каждом матче это демонстрирует и извлекает из этого пользу, и забивает голы. Такой тактический момент присутствует, но стоит ожидать, что во втором периоде будет абсолютно другой хоккей со стороны как Югры, так и со стороны Динамо, потому что была определенная нервозность, волнение перед стартом. То есть через игру, через игровые моменты оно растворяется, и здесь разум начинает преобладать. И здесь сейчас, я думаю, что и соперник, они понимают, что им нужно забивать голы. И будут предпринимать более активные действия. Поэтому ждем абсолютно другой хоккей, в отличие от первого периода. Что ждешь ты, Максим? Я согласен с Евгением. Я думаю, что игра немного поуспокоится. Хоккеисты Югры приберут шайбу и инициативу к своим рукам, будут больше владеть шайбой. Хоккеисты Динамо будут, естественно, в меру своих возможностей пытаться как-то отыграться, но думаю, прежде всего, конечно, что игра подуспокоится. Отлично. Передаем слово арене Югра, где Никита Филиппов готов взять у нас слово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова